Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гроссмейстер Сергей Шипов. Я начинаю репортаж второй день чемпионата мира по быстрым шахматам. И сегодня состоятся очередные 5 партий тура с 6 по 10. Вот сейчас на ваших экранах панорама зала. Видим, Даня Дубов играет с Алексеем Дреевым. Шахматисты готовятся к бою. И, конечно, основное внимание мы будем уделять лидерским столикам. Вот они сейчас на ваших экранах. Ян Непомнящий играет с Карваной. И Сережа Корякин играет с Магнусом Карлсоном. Такая ключевая, я бы сказал, уже культовая встреча для современных шахмат. Впереди сейчас трое. Каруана Непомнящий и Корякин. У них по 4,5 очка. Магнус Карлсон со товарищей отстают на пол очка. То есть, очень плотная лидирующая группа. Но, по сути, еще турнир разгоняется. Впереди аж 10 туров. Завтра будет еще 5. Так что все со всеми успеют переиграть. Ну вот, сегодня, кстати, день рождения у Петра Свидлера. Я поздравляю Петра Вениаминовича с этим, ну, немножечко уже и грустным праздником. Я надеюсь, что сегодня, в свой день рождения, он порадует всех нас. Так. Итак, наблюдаем партию Корякин против Карлсона и видим Сицилианку. Ну что, самые боевые варианты. Очень интересно будет знать, что здесь припас Магнус Карлсон. Ну что, Найдорф? А, вот это да. Вот это хорошо. Вариант дракона. Вы знаете, в варианте дракона Карлсон один из тех людей, кто создавал современную теорию уже. То есть, основанную на компьютерных серьезных анализах. Вот он, Раджабов и некоторые другие шахматисты уже на таком хорошем, глубоком уровне изучили этот вариант. И была такая волна популярности в один момент, ну, примерно лет 7-8 назад, когда вариант дракона активно применялся. Но сейчас он ушел в тень. Ну, на самом деле, я могу объяснить, по какой причине. Просто в вариантах были обнаружены такие продолжения, когда черные должны были очень четко отрабатывать ничью. Там буквально единственными ходами надо было держаться, и они держались. Вот. Ну, с одной стороны, вроде бы это оптимистический момент, потому что черными уравнять вроде как хорошо. С другой стороны, просто людям стало противно это делать. Все-таки вариант дракона играют для того, чтобы фонтанировать, чтобы бороться за победу, чтобы было интересно, весело. А тут получается, что ты по памяти, по компьютеру делаешь 25 ходов, и если повезет, соскочишь. А все время есть опаска в рук, соперник где-то в сторону уйдет, вот какой-то ход вроде бы по компьютеру не сильнейший, а там возникнут проблемы. Ага, вот видите, что Сережа Корякин до ракировки пытается метнуть пешку на h5. Ну, это тонкость. Обычно 3-0 здесь играли, 3-0, и там дальше шла большая теория. Но я думаю, если сейчас черные сыграют h7, h5, то может случиться перестановка ходов. Потому что 3-0, ну и дальше там конь е5, ладец е8, конь идет на c4. В общем, получится классический вариант Майлза. Именно Энтони Майлз, замечательный, выдающийся английский гроссмейстер, примерно это 40 лет назад, вот стал играть вариант дракона черными с ходом h7, h5. То есть ставит механический блок, так черные, на пути, атакующий белой пешки. И, разумеется, дальше актуальность состоит в том, что сыграют белые где-то g2, g4 с множеством жертв или нет. Итак, правильно, Магнус, надо следовать заветам великого Тони Майлза. И вот, а, 3-0 получается у нас теория. Сейчас конь е5, ладец е8. Вот я не знаю, можно ли начать с ладец е8, но, вероятно, тут есть кое-какие тонкости. Честно говоря, я не являюсь на таком варианте дракона, никогда его, по сути, не играл. И только как комментатор его изучал, ну, иногда это бывало достаточно глубоко, иногда, в общем... Ну, признаюсь честно, что последние годы я его не изучал глубоко, поэтому вот тайные новинки нашего времени пока мне неведомы. Сейчас посмотрим, сейчас узнаем, хотя вот насколько сейчас будут щедрые соперники, как они будут... Станут ли они раскрывать какие-то серьезные разработки, это большой вопрос. Потому что все-таки это турнир по быстрым шахматам, пусть и чемпионат мира, но, возможно, соперники будут что-то экономить. А есть, с другой стороны, можно посмотреть на этот вопрос так. В серьезных турнирах, я думаю, что Карлсон просто не станет играть в вариант дракона. Вот для быстрых шахмат он счел, что это достойно и приемлемо, а в серьезной партии, наверное, сыграет как-то более смотрительно. Ну, вот, дай бог памяти, что же здесь является основным сейчас за белых. Ну, король бы один-то всегда ход полезный, это как известно. Вот, в принципе, черные собираются слон g5. Ну, что ж, тоже вариант, где-то белые могут сыграть f3, f4, потом e5 и вот просто по центру попытаться продавить черных. Иногда это сочетается с ходом g2, g4, а потом пешка с f3 может пойти на f4. В общем, здесь есть тактические нюансы, ну, позиция полна фигур. Но, честно говоря, шахматисты сейчас на данный момент скорее вспоминают, нежели что-то выдумывают своей головой. Ну, таковы современные шахматы, от этого сейчас уйти абсолютно невозможно. А ладья c5, ну, тоже маневр, насколько я понимаю, тоже из тех, из древних времен. Король b1, ну, так надо играть всегда, как известно. Ну, сейчас, может быть, ферз a5, ладья вторая пошла на c8, бьем на c3 и дальше прорываемся вперед из песни. Ну, вот, черные должны быть все время готовы к каким-то острым действиям белых. Вот, я думаю, прямо сейчас, после король b1, белые уже могут подумать о каких-то грубостях. Вот этот ход g2, g4 надо смотреть буквально сейчас. Так, ну, я, судя по всему, подзабыл, что ты здесь, малыш, ставший чемпионом мира. Вот интересно, что, смотрите, табличка Магнус Карлсон и какая-то такая электронная, электронная, электронное клеймо. Вот, неужели, неужели через электронику люди проходят с такими вот магнитными пятнышками? Это похоже, знаете, как авиабилет и, не знаю, чек товарный в магазине. Вот сейчас все у нас кибернетика, всюду электроника. Сейчас футбольный мяч залетает в ворота, это определяет именно электроника. Ну, вот, опять-таки, странный момент, смотрите. Я просто хотел вспомнить эпизод из матча Франция-Гондурас, когда наши собратья из Гондураса получили гол благодаря свидетельству электронной системе. Да, но вот меня немножко удивляет то, что белый слон у Корякина пошел сначала на g5, а потом как будто бы передумал и пошел на h6. Взникает вопрос, а зачем терять этот темп? Сейчас при ладье на f8 слон h6 это был реальный размен слонов, а сейчас у черных есть ход слон h8. Ну, вот у Сережи Корякина наверняка все-таки имеются какие-то задумки на этот счет. Может быть, он что-то такое изучал. Ну, после отступления черной ладьи на f8 немножко, конечно, пункт f7 где-то будет провисать, где-то в тактике, но до этой тактики еще надо дожить. И, конечно, начнется эта тактика непременно с движения белых пешек g2 и f3. Так, ну, я надеюсь, что сегодня у меня будет возможность, больше возможности показывать вам что-то на доске. Я сейчас ищу в интернете возможности этого показать и пока не нахожу, к сожалению. Ну, тогда просто смотрим и наслаждаемся вот этими замечательными лакированными фигурами. Так, давайте я напомню матчасть, дорогие друзья. У нас, да, это Магнус Карлсон. Вот важнейшее, с чего надо начинать, именно этот парень с такой прической подростковой. Мне кажется, Магнус остается подростком, он такой шахматный ребенок по большому счету. И шахматисты играют 15 туров с контролем 15 минут на партию и 10 секунд добавления на ход. Ну, уже вчера мы видели, что данные изначально 15 минут истекают очень быстро. Ну, смотрите, какие сложные позиции. Тут можно думать и думать. Так вот, когда время на часах остается все меньше, шахматисты начинают играть в ритме 10 секунд на ход. Не всегда этого хватает для того, чтобы качественно играть партию, но все-таки гасместеры, все люди бывалые, соображают быстро и к такому контролю уже привычные. Раньше в быстрые шахматы играли чаще с контролем 25 минут на партию и тоже 10 минут добавления на ход. Кстати говоря, в чемпионатах, я по привычке называю чемпионат мира, нокаут чемпионат, а сейчас это кубок мира. Ну, вот как раз в перебое было 25 минут и 10 секунд добавления на ход. Но это все-таки немножко медленно. 15 минут, согласитесь, более динамичный контроль. Вот Магнус Карлсон как-то начинает сейчас уже оживать. Наверное, сделал ход А7, А5, мне кажется. Он долго размышлял над судьбой чернопольных слонов и решил, что вообще не надо реагировать. То есть пусть, мол, пусть белые сами бьют на Ж7. Тогда, кстати, при возникновении какой-то опасности черная ладья на А8 еще может выйти. Ну, а черная пешка на А5, она, конечно, в нужный момент может подскочить на поле А4. И там слон на Б3, в общем, расположен не так комфортно, как ему хотелось бы. Ну, если у черных будет время, можно вообще сыграть и Б7, Б5. И тогда уже просто пешками задают фигуру. Но есть, возможно, и какая-то здесь тактические нюансы, связанные с тычком А5, А4. Потом черный конь с Е5 с темпом идет на А4. Вот, посмотрим. Ну, задумался Сережа. И мне кажется, что вот именно сейчас соперники начинают уже работать своей головой. Вот свою замечательную голову Сережа Корякин прячет руками, на которой на правой руке, видите, красуется золотое кольцо. Сергей Корякин стал вторично, кстати, вторично стал женатым человеком. Ну, вот, судя по всему, я думаю, что этот брак продлится значительно дольше, чем первый. Его подруга Галия постоянно вместе с Сергеем на соревнованиях. Она его верный спутник, она просто часть него. Так что пожелаю успеха в личной жизни этим молодым симпатичным ребятам. Ну, а Сергею Корякину, конечно, больших шахматных успехов. Вообще бытует такое мнение, что женитьба ослабляет шахматиста примерно на 50-70 пунктов. То есть, как только человек женится, сразу возникает какая-то новая ситуация, новая забота. От шахмата это отвлекает и трудно сконцентрироваться на борьбе. Ну, есть и еще кое-какие причины. В общем, такая статистика, в общем-то, имеется. Но у каждого человека свой монастырь, своя организация, своя физиология. И вот Сережа Корякин успешно доказывает, что женитьба ему не помеха. Но к тому же важно понимать, что для нас, для советских людей, женитьба – это было действительно серьезное изменение в жизни. А сейчас люди безо всяких паспортов, безо всяких штампов живут гражданскими отношениями, без проблем. И действительно зачастую получается, что в какой-то степени это просто формальность. Вот. Так что, в общем, получается так, что Сережа Корякин чувствует себя прекрасно, превосходно. На днях выиграл сильнейший турнир в Ставангере. Вообще, ну, чуть ли не сильнейший в истории турнир, потому что там играли действительно все тузы современных шахмат. И Сережа оказался первым. Опередил и Крамника, и Карлсона, и Ароняна, и других замечательных и великих шахматистов. Так что, это один из его самых-самых крупных успехов в его карьере. Итак, ходом А2, А4, как вы видите, белые ставят заслон на пути черных пешек. Теперь пункт Б5 находится под многократным контролем. Но, понятное дело, что выдвижение пешки вперед все-таки дает какие-то зацепки. Ну, скажем, после разменов на ферзовом фланге, возможно, эта пешка А4 станет мечтать о том, чтобы уйти назад. Ну, посмотрим. В принципе, по идее, черным можно метнуть коня на С4. Вот первое, что напрашивается, сыграть конь С4 и дальше по вертикалице давить. Ну, а когда повиснет пешка А4, когда пешку с Б7 можно будет на Б5 отправить, это будет ясно потом. Думает пока чемпион мира, никак не может прийти к какому-то решению. Очевидно, какие-то угрозы он наблюдает со стороны белых. Хотя, вот мне кажется, сейчас ситуация достаточно комфортная для черных. Есть у них, во всяком случае, где-то примерно полтора темпа на то, чтобы создать свою контр-игру. Да, что-то у нас проблема, дорогие друзья, снова с трансляцией партии из Дубая. Я буду посматривать. Ну, вот сейчас я краем глаза. Ферз Б6 сыграл Магнус. Ну, судя по всему, он все-таки хочет ладью королевскую с Е8 на С8 поставить, чтобы там действительно реально угрожать сопернику по вертикалице. А я посматриваю одним глазком на партию непомнящей Круана. Ну, тоже в высшей степени интересный повединок. Там была разыграна французская защита, но такая французская левая со стороны белых Е4, Е6, Д3. Д3 сыграл Ян непомнящий, Д5, конь Д2, ну, потом Ж3. Ну, в общем, началась какая-то неторопливая позиционная борьба. Круана очень хорошо расставил фигуры, отличное развитие. Никаких проблем у черных я не вижу. То есть, Круана достойно вышел из дебюта. Ну, судя по всему, Ян не собирался участвовать в теоретических дискуссиях. Собирается переграть соперник в Метельшпиле. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Круана очень цепкий, очень неприятный такой боец. И, конечно, одолеть его очень непросто. Но тут, может быть, даже и не до жира. Я сейчас смотрю позицию, что-то мне все меньше-меньше нравится за Яна. Потому что у него там... Для тех, кто смотрит трансляцию, вот на параллельное открытое окошко, могу сказать, мне не нравится сейчас пункт Ф2 слабо у Янчика. Где-то конь Ж4 есть напряг, конь на С4 связан. В общем... А, ну вот она, эта позиция. Да, и здесь... Вот сейчас, после размена ладей на АД1, видите, слон с С5 прицелился к пешке Ф2. Конь Ж4 можно сыграть. Ладью на Ф1 придется вернуть. Там потом ладья Д8. Черные как-то напрыгивают. Ну, каких-то вот поводов для оптимизма я, честно говоря, пока не усматриваю за белых. Вот. Ну, с другой стороны, структура, конечно, достаточно крепкая. То есть, сразу никто не должен разваливаться. Ну, в данном случае белые. Вот. Угрозу пешки Е5 они, на самом деле, не осознали. Потому что слон на А6 связан. Там черный просто много-много раз стукнут на Е5. И затем слон с А6 на Е2 возьмет. Так что, по идее, сейчас атакующей стороной является именно черный. Вот орлиный взор, я смотрю, у Фабиана направляет именно туда. В район поля Ф2. И рука-то тянется к лошадке Ф6. Хочется, хочется коня на Ж4 сыграть. Ну, можно, конечно, неторопливо усиливать положение. Например, можно сыграть ферзь Е6 на пайста коня на С4. Там структуру можно получить получше. Можно А7, А6 сыграть. То есть, есть, конечно, такой выбор продолжений. Ну, а вот что делать Яну? Что-то я тут, конечно. Ферзь Е6. Да. Ну, вот такое позиционное решение в стиле каруаны. То есть, он с уважением относится к сопернику. Он верит ему на слово, что тот не боится нападения на пункт Ф2. Ну, вот, тем не менее, ход, конечно, хороший. Если, конечно, ход конь Ж5 не будет здесь. А на конь Ж5, знаете, что может последовать? Во-первых, есть ход ферзь Е4. Там как раз уже последствия может конь на Ж4 образоваться. А во-вторых, на конь Ж5 есть предварительный размен на С4. Да. То есть, конь Ж5 сломит С4. Видите, что у белых структуры разрушаются. И, опять-таки, черный один конь на Ж4 несется, другой на Д4. Так что, ну, конь Ж5 как-то я бы не сыграл. Вообще, ну, вот как относиться к возможному взятию на С4? Ну, не знаю. В быстрой шахматы ничего страшного, конечно, на самом деле. У белых есть вертикаль Д. Там потом Ладьян Д5 встанет. Можно сыграть просто H2, H3. Вот так вот. По рисунку позиции. А вот у нас, кстати, показания часов. Ну, для Яна, не помнящего, это вообще нетипично. Потому что так много времени потратил. Да, что Ян сыграл. Уж не знаю, насколько добрый этот мой совет. Нет, я от чистого сердца хочу Яну пожелать успешного выступления, в частности, в этой партии. Но, конечно, довольно трудно комментатору таким поверхностным взглядом все время рожать сильнейшие ходы. Это очень непросто. Так, ну что же. Значит, я предлагаю пока вернуться к встрече 2К. Карякин Карлсон. И посмотреть, как там у нас дракончик поживает. Дракончик. Так, так. А, G4 уже сыграл. Сыграл уже G4 Сережа Карякин. И там начинается большая битва. Я прошу наших операторов переключиться на встречу чемпиона мира. Потому что на него стали нападать с кулаками. То есть, сыграл Карякин G2, G4. И вот, что называется, началось. Сейчас черные могут забрать эту пешку. Потом сыграть H5. И, в общем-то, там понесется такая драка, в которой, конечно, только успевай соображать. Вот, Ян Непомнящий посмотрел на партию своих соседей и конкурентов. Брови у него взметнулись наверх. Он ужаснулся, потому что происходит. И решил, нет, такое смотреть я не буду. Тут голову можно сломать и не хватит. Вот, вот они у нас дуэлянты. Что, ладьян С3 уже бьет? Вот это да. Вот это да. Вот это ударчик. Ай, молодец, Макнус. Ну, вот это настоящий дракон, дорогие друзья. Когда на атаку белых на королевском фланге, черные отвечают в центре какими-то жестокостями. Вот сейчас после БЦ комбьет Е4. Вот не пройдет ли тут удар комбьет Ф3 сначала. И на коне Ф3 комбьет Е4. Вот там начнутся, черные лошадки разгуляются. Значит, смотрите, вот представьте себе комбьет Ф3. Белые играют комбьет Ф3. Комбьет Е4. Висит ферз, причем с шахом. Заметьте, потом черный с шахом берут на С3, потом берут на Д1, потом берут на Ж4. И вот что там останется в конце. Ну, в конце, кстати, в подобных вариантах очень часто оказывается у черных армада пешек, допустим, за фигуру или даже за ладью. Бывают такие окончания довольно смешные. В драконе, когда, ну, такое фигурное преимущество белых оказывается не настолько уж весомым, ввиду наличия огромного количества черных пешек. И главное, нет вскрытых вертикалей. Ну, конечно, сейчас черные могут еще и конян с С4 с темпом метнуть. Вот прямо сейчас напасть на белого ферзя. Да, кстати, белый ферз-то здесь немножко стеснен в своих передвижениях, потому что ему надо поддерживать слона на А6. Вот обратите внимание, что Сережа не стал размениваться на Ж7. Специально для того, чтобы черные не могли перестроиться, не могли прикролить на Ж7, потом ладью на А8 поставить. Конь Ф3, да, соблазнился. Магнус, ну, просто очень хочется. Вы знаете, вот очень хочется. Я думаю, что он, конечно, не в состоянии здесь все сосчитать. Не исключено, что этот ход решающая ошибка. Я этого не исключаю. Меня как раз очень смущает слабость пункта Ф7, потому что где-то там что-то может полететь. Правда, вы знаете, слон на Б3 связан, так что лично полететь он не должен. А вот белый ферз может, конечно, где-то там на Ф4 выскочить и на Ф7 повиснет. Здесь каждый темп имеет колоссальное значение, буквально колоссальное значение. Ну, может быть, может быть, да. Ну, вот я говорю о своих тонких человеческих ощущениях. Я понимаю, что сейчас те, кто смотрит компьютер, будут надо мной искренне смеяться. Говорить, ну, как же так? Вы, Сергей Юрьевич, не видите, что оценка позиции, допустим, минус 3? Ну, конечно, не вижу. Естественно, не вижу. Это под силу только компьютера. Вот сейчас я смотрю, тем более, скорее, на нос Сергея Корякина, потому что его самого не видно. Он тщательно скрывается. А вот он показал. Юль читай, показал личика. Ну, давай, Сережа, давай, Борис. Нет, ну, на Ф3-то надо брать. Ну, что тут? Вот тут-то считать ничего не надо, потому что ход строго единственный. Ну, нельзя же отдавать все врагу. Нет, надо бить конь Ф3. Вот после конь Е4 надо смотреть, куда отходит ферз. То ли на Ф4, то ли на Д3. То есть, здесь вот начинают серьезные расчеты, но на Ф3, извините, брать, конечно, надо. Ну, возможно, он сейчас рассматривает отступление ферзя на Ф4. Ну, не знаю, это очень уж тонко. Да, ну, конечно, взял конь Е4. И вот он. Вот главный момент, над которым сейчас соперники думают. Куда отступит белый ферз? Ну, ферз Ф4 напрашивается вот так по рисунку, чтобы все-таки на Ф7 создать контр-угрозу. Но что-то... А, вы знаете, там потом ферз теряется. Ферз Ф4, конь бьет С3. И следующий ход конь Е2 с шахом. Вот почему нельзя играть на Ф4. Поэтому надо искать другое поле. Значит, ферз Е2 это уже под вилку. Ну, ферз Д3. Ферз Д3 просто остается методом исключения. Ферз Д5 тоже, опять-таки, нельзя, потому что конь С3 это вилка. Получается, что корякин надо играть ферз Д3. И, кстати, в этом случае на Ж6 будет пешка подвисать. Ну, давайте так примерно. Вот сейчас я делаю последнюю попытку вывести на экран диаграмму. Ну, попытку в смысле найти эту партию. У ретранслятора. Ищу. Ищу. Так. Так, так, так. Такая пауза. Пауза, пауза. Как говорится, брюки превращаются. Брюки превращаются. Да. Ну, к сожалению, нет. Ферз Д3. Да. Ну, правильно. Правильно сыграл корякин. Хорошо. Работаем. Работаем по живописи. Работаем прямо по холсту. По видеокартинке. Мне кажется, что корякин избрал правильное решение. Теперь комбио Ц3 вроде бы надо бить. Да. И ход король Ц1 абсолютно оправданный. Ну, вот теперь черные могут скушать слона на А6. Очень важный момент. И, собственно, в этом и заключалась комбинация. Комбинация Карлсона. Слона-то он, конечно, с удовольствием скушал. Ну, вот. И вот что дальше? Дальше конь на Д1 хочет съесть. Ну, что? Конь Ж5. Заслоняемся. Заслоняемся. И, кстати, на ИВ7 зависает. Вот оно. Вот оно то, о чем я говорил. Вот теперь, скажем, в случае конь бьет Д1. А, ферзь бьет Ж6 просто матует. Ферзь бьет Ж6 будет вести к мату. Так что здесь, извините, сейчас, ну, как-то... Простите, а как черным защищаться вообще? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, правда... Правда, здесь, конечно... Надо смотреть. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот смотрю. Знаете, вот если бы это случилось с моей партией, меня бы здесь кондрашка уже хватило, честно говоря. За сердце схватился бы, увидев эту угрозу, ферз бьет Ж6. Если играть король Ж7, ну, защищаясь от взятия на Ж6, тогда на С3 падает шахом. И как-то, в общем, у черных не хватает где-то как будто ладьи. На это, согласитесь, очень печально. Ну, да, найти здесь долговое решение. Крайне-крайне сложно, честно вам скажу. Если черные спасаются, то это что-то очень тонкое и, вероятно, единственное. Вот. Ну, может перекрыть как-то эту диагональ смерти, просто играть D6, D5. Вот первое, что напрашивается, D6, D5. Ну, честно говоря, неприятно то, что белые все-таки ферзем на С3 скушают эту лошадку. Ну, а вот у нас верные боевые подруги смотрят... Ага, ну, узнаю. Узнаю некоторых девушек и некоторых товарищей. Вот, ладно. А вот сейчас у нас арабский судья смотрит и девица. Вот просто, видимо, в Объединенных Арабских Эмиратах такого еще не видели. Хотя там, на самом деле, проходят традиционные турниры, швейцарки проходят. То есть, очень много сильных шахматистов. Но вот настолько сильный состав, конечно, собирается там, мягко говоря, нечасто. Итак, дорогие друзья, перед Карлсоном возникла очень серьезная проблема. Но он, собственно, сам вершит свою судьбу. Сам затеял эту комбинацию. Не обязан был, по-моему, этого делать. И теперь должен находить единственные способы спасения. Но я бы сыграл D6, D5, скажу честно. Но я просто не вижу другой альтернативы, как избежать вот каких-то жутких опасностей, связанных со взятиями на G6 и на F7. Ну, разменивать слоном на G5, ну, конечно, довольно противно. Там еще вертикаль H вскрывается. Ну, там совсем, видимо, гибель будет. Поэтому... Так, ферзь бьет G6. Ну, просто отдать на слон G7. Ооо, вот это гениально. Вот это гениально. Теперь на ферзь бьет G6, наверное, будут какие-то шахи вечные. Там конь Е2, конь С3 и так далее. То есть, наверное, здесь какой-то, может быть, вечный шах образуется. Ну, белый могут начать со слон бьет F7 и на король H8 потом бить ферзем на G6. Ну, вот я чувствую, что главная надежда Магнуса Хенековича это вечный шах. Где-то у него вечный шах может образоваться. Вот этот лошадка на С3, который он сейчас защитил этим хоном своим гениальным, замечательным. Ну, кстати, на ферзь G6 можно еще и добавить огоньку ходом в ферзь Е3. Вот интересно. Ферзь Е3, ну и потом дальше лошадка прыгает и, судя по всему, это действительно вечный шах. Ну, если это так, тогда комбинация получается корректная. И тогда, в общем, получается, что все правы. Вот Корякин пытается найти сейчас изъян в замысле соперника. Вот. И, ну, счетная работа сейчас идет совершенно такая, самая интенсивная, какая только может. И шахматисты работают по полной программе. Ну, вот в данной ситуации никакая дебютная подготовка, никакое знание каких-то истин шахматных не помогает. Здесь надо просто грубо и глубоко считать. И это вековечная проблема шахматистов всех времен и народов. Что бы ты ни знал, как бы ты ни был хорош во всех каких-то идейных моментах и в знаниях, а все равно прямой счет является важнейшим элементом успеха. И когда, например, учат шахматисты, учат юных детей шахматам, понятное дело, что очень много знаний они употребляют. Но, тем не менее, вот этот прямой счет надо развивать с детства. И, кстати говоря, Корякин буквально с детства отличался выдающимися счетными способностями. Я напомню, что в команде Руслана Пономарева, который, если помните, в 2002 году, в начале 2002 года стал чемпионом мира ФИДа, выиграв Иванчука. Потом он готовился к матчу с Каспаром. Так вот, в той команде юный Сережа Корякин отвечал за тактику. Он сам блестяще тогда считал. Он был совсем маленький еще. Ну вот, заставлял Руслана Пономарева работать. И они вместе считали тактику. Ну, понятное дело, что тренировочная партия и так далее. Ну, с годами счет у Сережи не ослаб. Ну, ладья Ф1. Это игра на победу. Я думаю, что он просто понял, что вот после взятия на Ф7, на Ж6, там черные дают вечный шаг. И показывает, что у него более высокие амбиции. Его ничья не устраивает. Он отводит ладью специально, чтобы черные не смогли поставить вечный шаг. Риск? Ну, безусловно, риск. Конечно. Вот. Но кто не рискует, тот, как известно, не пьет даже газированную воду. Так. Ну что? Можно слом беджи 4 пойти с тем, чтобы конь на Е2 все-таки пошел. То есть на Ф7 защититься невозможно. Вот вы видите, что белые так навалились, что, в принципе, главная задача черных, чтобы не получить мат сразу, чтобы было... Вот отступление короля Ш8 есть, поэтому они вправе сейчас подумать о контратаке. Слом бьет Ж4, и потом там конь Е2, какие-то опять-таки спасительные шаги должны найтись. Ну, кто после этого будет спасаться, посмотрим. Ну, какие альтернативы? Опять-таки ход Д6-Д5, вот прямо сейчас тоже есть. Вот. Ну, кстати, тоже вариант. Д6-Д5, да, чтобы слон с Б3 на Ф7 не кушал, чтобы ферзь по шестому ряду как-то подключился. Ну, тогда, видимо, ладья бьет Ф7 с угрозой ладья бьет Ж7. Тоже вариант. Ну, вот слом беджи 4, пожалуй, самый амбициозный, объективно говоря. Но что там будет после взятия всевозможных на Ф7, это уж, извините, простите, понять очень тяжело. То есть слом беджи 4, допустим, ладья бьет Ф7, вот такая страшная, как будто бы батарея будет. Ну, конь Е2, король Д2, ферзь Б4. Ну, белый король тоже там скиталец. Кстати, может быть, после конь Е2 король Б1 все-таки уйти. Я не знаю, на конь С3 побить ферзь бьет С3. Может быть, там какая-то мельница начнется. Ну, не знаю. Честно говоря, не факт. Вот, так что ситуация очень напряженная. И, кстати говоря, у соперников кончается время. Вот Магнус сейчас усиленно считает варианты. И вот элементы этих вариантов, в принципе, я сказал. Это, конечно же, взятие на Ж4, последующий шаг на Е2, перекрытие диагонали путем Д6, Д5. Ну, что еще? Может быть, ферз с Б6 подключится? Ну, вряд ли. Вряд ли сейчас последует ход ферзьем, что-то мне не верится. Я бы рассматривал только взятие на Ж4, Д6, Д5. Вот два таких варианта, ключевых, я считаю. В принципе, в быстрых шахматах вообще не обязательно, может быть, даже не нужно рассчитывать варианты до конца. Надо просто подчас методом от противного, как говорят математики, то есть, ну, как, вот невеста смотрит на женихов. Вот один противный, второй противный, этот совсем противный, а этот вот такой, достаточно сносный жених. Ну, вот его и выбираю. Вот и здесь тоже у черных есть масса противных ходов, которые, скорее всего, проигрывают, и надо находить наименее противного. Так что вот я предлагаю сейчас, вот я пытаюсь сделать выбор сейчас, мучительный, из последних сил, как Карсон. Слон бьет Ж4 или Д5? Слон бьет Ж4 или Д5? Ну, пешку съесть хочется. Хочется съесть пешку. Там конь на Е2, чтобы шаховал уже уверенно. Ну, давай, Магнус, хватай пешку. Хватательный рефлекс. Кстати, пешку-то он уже схватил. Видите, в его руках сейчас одна пешка крутится. Вот надо вторую еще, бедолагу, скушать, и тогда будет совсем хорошо. Но защитительные ходы, ну, вроде ладья Ф8, я не рассматриваю. Это, скорее всего, не должно, не должно спасать, потому что... Ну, и потери темпа, потому что довольно серьезные. В общем, ставлю на слон бьет Ж4. Ну, пока Магнус думает, я одним глазком, потому что сейчас здесь будут очень динамичные события. Я предлагаю не переключаться с этой партией. Сейчас будем смотреть. Д5 все-таки сыграл Магнус, но сыграл похитрее. Так, Аяна, не помню, чего-то терроризирует Каруана. Как-то наседает, наседает. Мне не нравится, очень серьезно наступает Каруана. Так, так, Д5, ладья бьет Ф7. Вот угрожает ладья бьет Ж7. Очень важный момент, дорогие друзья. Угрожает ладья бьет Ж7, и конь на цветы подвисает. Что здесь задумал Магнус? Он должен был видеть ход ладья Ф7. Я, честно говоря, что, а, ферзь Д4. Вот так по-простому, да? А что у нас по материалу? По материалу у белых качество лишнее. Ну, понятное дело, что в таких позициях, замысловатых, ну, такие мелочи, как качество, могут оказаться не самые важные. Например, размен на Д4. Там получается, что у черных действительно качества не хватает. Ну, угрозы кое-какие есть. Пешка на А4 висит, наверное, не очень страшно. Вот зато будет угроза, знаете, какая-то. Слон Е3, слон бьет Ж5, ладья на Ф7 повисает. Ну, к тому же есть такая маленькая угроза. Б7, Б5, потом пешка на А4 идет и слона на Б3 съедаем. Ну, интересно сыграл Магнус Хенрикович. Посмотрим. Во всяком случае, это неожиданно. И здесь, конечно, без компьютера разобраться практически невозможно. Ну, вечного шаха здесь уже не получается. Вот очень важный момент. Так что эта партия не закончится скороспелым образом. Посмотрим. Задумался Сережа, но у него есть там пара минут в запасе. И в столь острой позиции пара минут это, конечно, большое богатство. Большое человеческое богатство, которое может довольно много принести дивидендов, выгоды. Ну, если менять ферзей на Д4 нехорошо, из-за как раз угрозы потом слон Е3, тогда, может быть, лучше белым оставить просто ферзей на Д3 и дальше заниматься своим делами. Например, взять ЖН, попробовать вскрыть вертикаль или сыграть ладья Аш на Ф1. Ну, как-то просто подвести резервы к своим атакующим солдатам. Вроде бы... Что касается хода ферзь Ж6, ферзь бьет Ж6, ну, это просто грубейший зевок. Там конь Е2 шах и потом ферзь Б2 мат. Я думаю, что такие варианты Сергей Корякин рассчитывает примерно за десятую долю секунды и дальше уже, конечно, отметает. Вот. Так что видим, Магнус Карлсон обошелся пока жертвой качества. Это, в принципе, неплохой результат для комбинации. Ну, потери Пешкина и Ф7, конечно, лишают его структуры монолитности, а короля безопасности. В принципе, не исключено, что здесь преимущества сторон должны, может быть, уравновесить друг друга. Ну, давайте дождемся все-таки, когда позиция упростится. Потому что какие-то общие слова здесь говорить совершенно бессмысленно. Сейчас кто-то кому-то даст мат полтора хода и все, и до свидания. Ну, ЖАЖ правильный ход, совершенно нормально. Ну, видимо, надо меняться на Д3 и брать на Х5. То есть, здесь, видимо, мудрить не надо, особенно с учетом быстроты этих шахмат здесь. Там, кстати, знаете, приятный момент, что белый ладья на Ж1 не идет и завилки на Е2. Так, взял, и еще ЖАЖ, да, ЖАЖ, и очень важно, что еще 10 секунд на часах появились. Видите, сейчас разница в минуту. Три у Ковякина, две у Карлсона, но позиция наисложнейшая. Так, ну что, ладья на Ф7, может быть, ей как-то надо уходить. А можно сыграть король С2, может быть, пока напасть на коня, потому что угрожает ладья БГ7. Ну, кстати, этот конь может при случае... А, там ладья С8 будет еще какой-то такой навесистый ход. Ну, тогда, может быть, король Д2, я думаю, чтобы вот короля атаковать, но при этом не подставляться. Ну, довольно сложно здесь выдать какой-то вердикт. Кстати, у черных, знаете, есть какая идея, что сейчас сыграть сейчас слон Ф6 и окружить по полной программе ладью на Ф7, ну, с идеей просто уничтожить ее защитника, слон без Ж5. Ну, там не исключено, что белым придется вернуть где-то качество назад. Ну, вот в этом плане ход король Д2 или король С2 может оказаться полезен, потому что у этого слона все-таки есть почетная обязанность защищать свою лошадку. Например, на слон Ф6 тогда уже будет какое-то взятие на Ф6, на С3, на Д5. Ну, в общем, у белых там появится перспектива оказаться в окончании с лишней пешкой. Получается так, что, ну, все-таки белые, пожалуй, борются здесь за перевес пока, пока, если, конечно, все вот это срастется, все сказано. Ну, и, кстати, обратите внимание, что половину времени продумал Ковякин под половину времени, которое у него имелось. Конечно, 10-секундное добавление на каждый ход должно его выручить, но, в общем, долго думает Сережа. Мне кажется, надо как-то пободрее действовать. Ну, что касается бодрости, это, конечно, про Яна Непомнящего. Я сейчас посмотрю, не проиграл ли он еще. Позиция-то у него выглядит, мягко говоря, не блестяще. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. И структура плохая, и как-то по черным полям его давят. Ужас, ужас. Ну, Ян как-то безобидно разыграл дебют, и потом действовал как-то очень пассивно и без... Так, ну, Ладьяев-2 ход, это первое, что напрашивалось, просто уйти на базу. Ну, теперь у черных есть замечательная возможность уплотниться. Можно слона на Ж4 поставить, можно на А4 съесть. Но, вот, понимаете, взятие на А4, это потеря координации фигур. Вот, серьезно, в таких шахматах, к тому же быстрых шахматах, инициатива крайне важна. Вот крайне важно, лучше не съесть какую-то пешку, слон Д4. Видите, вот она инициатива. Напал, напал, напал. Ладья, С2. Ну, Сережа как-то действует нарочито, плотно в этой позиции. Я, кстати, не уверен, что это правильно. Ну, все-таки дракон есть дракон. Ну, может быть, он собирается где-то стукнуть на С3, потом стукнуть на Д5, стукнуть на Б7. То есть, все-таки стремиться к какой-то надежной позиции, в понятной, которая будет ему попроще. Ну, в которой можно будет не опасаться за какие-то швинделевы удары, но можно будет играть сухо, практично и технично. Ну, к тому же, видите, времечко-то тает, время уходит. И в этих условиях, конечно, каждый человек, в отличие от компьютера, вот чем мы отличаемся от машины, нам нужна твердая почва под ногами. Нам нужно, чтобы мы понимали, что происходит. Но сейчас не исключено, что у черных уже будет инициатива довольно серьезная. Кстати, прорыв Б5. Может быть, сразу был прорыв Б5. Может быть, сейчас тоже есть прорыв Б5. Нет, но сейчас уже точно на С3 будет контрудар. Но, в принципе, вот это Б5 и А4, вот это была инициатива, и остается инициативная идея за черных, чтобы как-то на ферзовом фланге создать напряженность. Вот. Ну, вероятно, Магнус сыграл слон Д4, так, скорее рукой. Не подумав. Но сейчас вот задумался всерьез и думает, что же делать с этой лошадкой на С3. Ну, конечно, ничего страшного в этом ударе на С3 нет. Ну, произойдет и размен. У черных, кстати говоря, два слона. Пешек пока довольно много. Ну, слон Ж4 можно пока сыграть. Можно Е6 сыграть. Ладья Ф8. Ну, попытка активизировать ладью, причем успешная. Ну, посмотрим. Я думаю, что вот сейчас ладья С3, слон С3, слон Д5, ушел, взял на Б7. Ну, и там черные несутся вперед. Кстати, на А4 еще пешка висит. Вот поэтому Сережа не торопится. Играет ладья Е8, нападает на пешку Е7 и правильно делает. Ну, сейчас Е7, Е5 можно сыграть пока. Укрепить. Видите, пешка удерживает слона, слон удерживает коня. Вот они, как альпинисты, тут карабкаются по вершинам. Ну, Е7, Е5, вроде напрашивающееся решение. Мне кажется, что здесь у черных пока все хорошо. Вот белые ладьи по большому счету как-то являются... А, вот упирались в пешки. Я хотел сказать, упирались в защищенные фигуры черных, но имею в виду именно ход Е7, Е5. А вот сейчас что на ладья бьет Е7? Ну-ка, ну-ка, ладья бьет Е7. Ну, из нац... А, там шах на Ф1 и мат в полтора хода. А, шах на Ф1, на король Д2 сразу мат на Д1. Если король Б2, то там шах на Б1, потом слон С5. И это тоже будет мат. То есть, это ловушка для... Для простачка. Но Корякин не простачок. Такие варианты, опять-таки, он считает очень быстро. Между прочим, Карлсон, вот скажете, что ерунда. Наши четыре пешку съесть хочет. Он такой, знаете. Пешки с краю, они имеют определенный смысл. Так что, в общем... Вы знаете, в окончании вот эти вот жуткие черные слоны, особенно слон на Д4, он особенно страшен. Он, конечно, представляет серьезную угрозу. Не знаю, не пора ли бить-то на Ц3? Сереж, бить на Ц3, бить на Д5. Может быть, там как-то уже отскакивать надо. Ну, активизировались черные очень серьезно. Вы знаете, трудности сейчас у российского гроссмейстера, по-моему, достаточно серьезные. Но если он только не найдет какой-то швиндель. Вот тут нужен швиндель, тут нужен трюк, тут нужно что-то такое придумать. А когда придумывать? 15 секунд, смотрите. Такой Е4 есть такой швиндель. Во! Вот, отлично! Видите, пешка на Д5-то связана. Вот оно перекрытие. Вот это сильный ход. Вот это прекрасно. Это прекрасно. Как сказал Удав, ну это просто прекрасно. Да. Парит наш Орел, сказал Удав, глядя на порхающего попугая. Вот-вот Орел-то стал порхать. Смотрите, как он крылышками-то машет в центре. Ну, я думаю, что Магнус сейчас немножко так стал... Заскучал. Ход к Е4 оказался неприятным сюрпризом для Магнуса. Ай, не ожидал. А времечко-то уходит 9 секунд. Магнус, бери, 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 бери. Слон Д5, Е6. Слон Д5, Е6. Так, Е6, Е6. Надо колоться. Надо колоться, бодаться. Так, ну, без качества просто стоит. Магнус здесь. Ну, на А4, конечно, схромкает где-то. Ну, вот что? Ладьей брать нельзя. На А1 там висит. Хотя там слон повиснет на А4. Серьезно сомневается Сережа. Ладья Е4 тоже заслуживает некоторого внимания. А он взял слоном для надежности. Ну, что? Надо бить куда-то. На А4 или на А4. Вот в чем вопрос. И хочется, и колется. Да, там белые ладьи просто внедряются в тыл. Ну, надо побить. Магнус. Надо кого-то бить. Нет, король Ф8. Броня крепка. И танки его быстро. Ведет. Ну, ладец Е7, если. Ну-ка, ну-ка. А если. Да, вот-вот-вот-вот-вот. Так, король Е7. Ну, Магнус играет в координацию фигур. То есть, он хочет короля поставить на Д6. Сейчас слон С6 угрожает. Да. Вот наладил координацию фигур. Вы знаете, опять-таки, очень практично, конечно. Все очень практично. Наладил координацию фигур. Это значит, что человек ничего не зевнет. Вот если начинаешь хватать пешки сбоку, с краю, и вот эта упомянутая мной координация фигур теряется, тогда очень легко что-то зевнуть. А Магнус играет именно в собирательство. Он собирает камни, а не разбрасывает. Вот теперь ладяж 4 можно съесть. Потом шаг по второму ряду. Вот. Вот это правильно. У белых, кстати, остается всего полторы пешки. Ну, пешку на А4, я считаю, за половинку. Взяли, взяли и на А4 взял. Ну, вот, я думаю, что черные практически гарантировали себе ничью. Практически. Но, так, давайте. Нет, ну, на А4 надо взять, конечно. Ладья А7, да. Ладья А7, может быть, даже слон Е8. Вы знаете, пешку-то может не отдавать. И получится, что черных две проходные. Одна по вертикали А, другая по вертикали А. Далеко. Далеко идут. Высоко сидят, далеко глядят. Вот, как в сказке. Слон их Т, но А4. Нет, пешки отдавать нельзя. Пешки, пешки. Это не орешки. Здесь все очень серьезно. Конечно, думает, что над ходом слон С6. Возможно, Магнус. Ну, вот здесь, я думаю, что скорее ближе к ничье. Я думаю, белые не должны запрыгать. Если слон Ф6, тогда ладья А7. Вот какая тут маленький нюансик. Да, ну, если слон Ф2, тогда король Е2 там попросит этого слона выйти вон. Ну, в общем, похоже, не удастся здесь Магнусу собрать все эти фигуры. Правда, знаете, слон Ф6, на ладья А7, слон Д8 есть такой ход. Вот, но слишком уж пассивно, слишком уж пассивно. Я думаю, что должны... Ах, вот как. А если Е6, Е5? А если Е6, Е5 просто сыграть и не отдать эту пешку на А5? Ну, в общем, не вижу таких прямого выражения. Ладья А6, ну, допустим, просто король Е7 или король Е6. Ну, потом слон Са4 ушел и жизнь будет налаживаться. Нет, слон Д8. То есть, Магнус предпочитает все-таки не открывать вот этот шестой ряд и хочет пешку Е6. Он использует как щит для своего короля. Так, и теперь, если сыграть ладья А8, важный момент. Там шаг на Ж5. Черный получает темп. Вот теперь слон Са4 имеет право уйти. Вот это очень важный момент. И, соответственно, потом пешка Са5 будет идти вперед. Ну, что, слон Е8 или слон Д7? Вот куда идти? Слон Е8, это нападение вовсе не зевок. Потому что там на ладья А8 будет шажулик. Слон Б3 играет Магнус. Еще, кстати, не допускает ход Д4, Д5. Король С3, А4, да? Ну, в общем, понятно, что... Я думаю, что серьезной опасности все-таки нет ни для одной из сторон. Потому что белая ладья, видите, очень активна. Сзади держит одну проходную. Ну, другой занимается лично его величество король. Ну, вот я думаю, что дело должно закончиться миром. Хотя, вот по всему сейчас очевидно, что на победу все-таки немножко поигрывает. Не то чтобы играет, а поигрывает Магнус Карлсон. Кончается время у Сережи. Надо как-то ходить. Надо ходы делать. Слон Ф6. Ну, следующий ход Е5, да? Король Е7. Ага, король просто приближается на королевский фланг. О, технично, технично сыграл Магнус. Ой, молодчик какой. Король Ф8. Ничего. Ничего страшного. Король Ф8. Подходите. Ну, конечно, не хочется по седьмому отряду отсекаться. Слон Ж4. Е5, да, видимо? Нет. Король вытесняет ладью. Ну, Е5 вроде бы напрашивается. Потому что пешка на Е6 висит всерьез. Ну, сейчас просто ладья бьет Б3 с ничьей, да? Ну, я думаю, что ничьейный результат. Объективная реальность в этой партии. Ну, можно сейчас вот побить просто. Ладья Б3. Слон бьет Е6. Согласились. Согласились. Ну, в принципе, вот движение Магнуса уже было такое расслабленное. Он понимал, что в этой партии ничего уже получить нельзя. Но, с другой стороны, бился он молодец. Бился как герой. И я думаю, что достойная партия. Ну, по ходу дела, вероятно, был какой-то выигрыш. Да, просто берет на Б3 и соперники соглашаются на ничью. Я думаю, что сейчас, в принципе, здесь нет какой-то интриги. Здесь абсолютно нет. Так что, о, взял сюда. Так, минуточку. Ну, и просто король С3. Да, ну, согласились на ничью. Никак не соглашается. Какой вот упорный этот Карлсон. А, ну, хотят до голых королей довести. Ну, это понятно. Это, на самом деле, я бы сказал, некая мода сейчас современных шахмат. Ну, честно говоря, в исполнении гроссмейстеров видеть такие, такие, да, да, ну, вот, согласились на ничью. Между прочим, финальная позиция у Карякина лишний слон. Ну, что, а Ян не помнишь, играет. Давайте веско переключаемся туда, веско на доску. Ой, там какая битва. Ну, конечно, Ян ведет тяжелейшую оборону, просто тяжелейшую оборону. Структура у него не очень хорошая, но, знаете, количество пешек поровну. Так что, Ян, молодец, держись, давай, давай, давай. Ну, вот видите, какие пешки-дровишки. А4, С4, С3, Е4. Но, вместе с тем, белые как-то вцепились в эти пешки. Ничего, вроде бы, сразу не зевают. Я думаю, без привлечения, вот, без второго фронта на королевском фланге здесь выиграть черным вряд ли удастся. Я просто не вижу пока возможности, как цепляться. Ну, у белых, белые там могут играть как-то. Ферз Д1, Ферз Б3, Король Х2 стоит себе. Стоит не то, чтобы курит. Это как-то сейчас запрещено законом во всех общественных местах. Но, в общем, стоит и ждет от соперника активных действий. Мол, что продемонстрируешь, дорогой Фабиано? Ф6. Ну, ход как ход, какой-то явной видимой идеи не видно. Может быть, Ферз через Е8 на А5 куда-то выскочит. Хотя, на самом деле, прямо сейчас можно было Ферзе 4 скакать и дальше попробовать пешки надвигать. Ну, может быть, Ж6, Ф5, может быть, такая есть идея. Ну, это надо подготовить, делать серьезное. Вообще, в стиле Каруана, конечно, сказывается такая вот запас прочности. Ему все-таки нравится какой-то комфорт. Я думаю, что Ж6, Ф5 это вполне достойный план. Ага, вот видите, он заранее короля уводит. Вот как технично. Прямо по Петросяну, да? Вот короля с фланга на фланг перекинуть. Сейчас куда-нибудь на А6 его забросит, чтобы о нем все забыли. Вот, вот, молодец. Тут не только Ботвинник, тут и Петросян, и вся-вся-вся советская классика. Вся советская классика в действиях этого итальянского парнишки чувствуется. Ну, я надеюсь, наши ребятки тоже должны не оплошать. И как-то тоже классически... А, слон А3, между прочим, есть такая идея. Нет, король Б8, смотрите. Вот с тройным запасом прочности. А теперь вот можно атаковать. Теперь можно сыграть Ж6. Ой, молодец, Фабиано. Какой красавчик. Действует классически, да? Вот человек на 10 секундах на ход, а вместе с тем чувствуется и глубина, и такой, знаете, основательность. Знаете, вот, серьезно. Если, кстати, если вам, дорогие друзья, понадобится дом надежный, крепкий, хороший, зовите Круана. Он, я думаю, и плотником будет хорошим, и каменщиком. Если он сделает вам стену, это будет надежная стена, вы можете на нее опереться. Он будет все делать на совесть. Вот видно, как человек играет в шахматах. Так, между прочим, пошел на обострение. То есть, Ян напал на пешку Ф6, и вот размен предлагает своему сопернику. Ферзь бьет Ф6, но там Ферзь Д1, понимаете? Там начинаются трудности у белого слона. Поэтому Ян старается держаться поближе к черным королю. Все равно Ферзь Д1, неприятный момент. Куда будет уходить слон, я просто не понимаю, честно говоря. Ну, а потом пешка А5 поскачет Ферзи. Ой, мне кажется, Янчик здесь... Ну, он понимал, что он надвигается серьезной угрозой, Ф6, Ф5, и вот спровоцировал эти осложнения. Ну, что касается хода Ферзь А1, как-то мне он кажется... Ферзь А2 и Ферзь А1, как-то мне это кажется неправильно. Я даже не уверен, что угроза Ферзь А1 это настолько серьезно. Но, по-моему, белые могут Ферзем-то сейчас что-то сделать, какой-то ход. Ферзь Ф2 можно сделать, может быть, Ферзь С6, Ферзь Д5 даже. То есть, мне кажется, Ферзь Д1 было более конкретно, и там потом начинались уже пешка А двигаться. То есть, получается так, что Круана потратил один темп, но Ферзь А1 оказался не мат. Вот в чем проблема. Ферзь А1, просто король Ж4, и что дальше? То есть, шахов-то не боятся белые. Ферзь Д1, король Х3, ну, так дальше будем прыгать. Если что касается хода Ф5, ну, там король и на Ж5 может поскакать дальше. Ну, вот смотрите, Янчик взбодрился. Прямо наполеоновские движения появились. Руки скрещены на груди. Вот надо еще треуголку одеть. Вообще, прийти на партию в мундире Наполеона, это правильно. Это придало бы весу шахматисту. Так, ну, вечный шах есть, но что дальше? Может быть, А4 все-таки сыграть? Тогда Ц5. Вот знаете, что смущает итальянца? Что вот он пропустил эту контр-игру. Сейчас, как только белый сыграет Ц4, Ц5, у черных все посыпется. Заметьте, королишка-то слабый, а конь на Д6 был когда-то расположен надежно, солидно, но это при пешке Ц5. Не исключено, что сейчас придется бедному-бедному Круане соглашаться на ничью. Ф5. Браво! Какой же боевой шахматист. Молодчик. Ну и что после Ц5 будем делать? Что после Ц5 будем делать, Фабиано? Там не зимнешь ли ничего? А, погодите, Ферс Аш-1 мат угрожает. Ох, вот как бы Ян мат не зимнул. Нет, ну, видимо, на Ф5 надо брать. На Ф5, судя по всему, надо брать. Брать, брать, брать. Так, а если черный в ответ все равно возьмут ЖФ? Там опять... Да, взял. Ну, во всяком случае, мат на Аш-1 идет. И здесь Ц5. Вот, все правильно сделал Ян. Ян соображает. Ян голова. Ян голова. Давай, давай, Янчик, вперед, вперед, вперед. Ну, позиция обострилась необычайно. Е4, ЦД. А, опять мат на Аш-1. Да что ж такое? Все время мат угрожает. Погодите, а слом бьет Е4? Подождите, слом бьет Е4. Ничего не понимаю. А там Ферс Ж4 шах. Ах, какая неприятность. Вот тут наполеоновские манеры снова исчезают. Уступают место простой человеческой паники. Так, важно мат не получить. Ян, вот все, что угодно можно потерять, но мат получить не имеешь права. Никакого права. Ну, слом бьет Е4. Ай-яй-яй-яй-яй. Слом бьет Е4. Просто Ферс Ж4 и взяли конем. Ай-яй-яй-яй-яй. А вечного шаха там, боюсь, не окажется у белых. Ферс Д8, король Б7. Ферс Д5, король А7. Шахи кончаются. Похоже, проигрывает Янчик. Ах, проигрывает Янчик. Как обидно. Как обидно. Ну, правда, надо признать, что заслуженно. Это будет заслуженно, потому что Круана играл всю партию сильнее. Давил, крушил. Ну, молодец, что, кстати, не соблазнился. Молодушно не ушел на ничейный результат. А продолжил борьбу за победу и, кажется, побеждает. Ну, выходит в лидера просто человек. Потому что у нас Ковякин сыграл в ничью. А вот в этой партии победитель станет единоличным лидером. Ну, что, можно КЦ5 побить смело. На Ферс Б5 есть ход КНБ7. Так что я не вижу препятствий для того, чтобы взять пешку. Ну, понятное дело, что наверняка есть и какие-то очень мягкие, аккуратные ходы. Там можно сыграть. Да, даже Ф4 есть. Вот, кстати, насчет аккуратности. Ну, Ф4, там Ферс Б5 как раз вечный шаг. А вот КЦ5, да. Вот съел контровую пешку, вечного шага не получается. Ну, КМБ7, да. Ну, все, без фигуры. Просто ставим без фигуры. Черные. Да, так. Ну, и что дальше? Я, ну, Аш5, Ф4 сыграл. Ф4 раскрыл короля. Ну, мне кажется, эта проходная Аш далеко не уйдет. Да, Ф4 очень важно. И потом взял на Ф4 и сам пошел пешкой вперед. А4. Видите, Ферс Ф4 держит поле А6. Белая пешка никуда не идет. А черная уверенно движется. Я думаю, что никаких шансов у Яна нет. И, в общем... Ну, это, конечно, цепнотные дрязги. Ясно, что Янчик, конечно, немножко еще покукарекает. Ну, кстати, черный конь на Е4 просто идет. Смотрите, Ф4, С6, конь Е4. И над Белым королем еще матовые угрозы нависают. Ну, в общем, дело труба. Или, как говорят, наше дело табак. Да, ну что ж. Второй день начинается не так симпатично, как первый. И вот я пока... Вы знаете, у меня даже не было возможности пока пробежаться по другим результатам. Настолько интересные были партии. Но пока Ян думает в этом безнадежном положении, отмечая результаты. Сергей Мавсисян обыграл ваш Елаграва. Браво, Серега! Браво! Вперед, Армения! Александр Грещук обыграл Этьена Бакро. Вперед, Россия! Саша Грещук. Ждем тебя на первых досках. Люк Ван Вели, конечно, подвел. Но как можно было бы обыгрывать человека в день рождения? Обыграл он Петра Свидлера. Так что, ну вот, получилось вот так. Ну что, конь Е4 и фенит а-ля комедия. Завершается, видимо, борьба. Так что, Люк Ван Вели, мы это ему припомним. Ну, а Петр должен все-таки поздравить себя сам. Анант обыграл Захара Ефименко. Я очень надеюсь прокомментировать Ананта в прямом эфире. И все-таки, ну, такой великий человек. Мы должны его, что называется, заценить. Так, ну, поднялся наверх. Раджабов обыграл Лазничку. Бедный, бедный Лазничка. Бьют его все. Александр Морозевич обидел Юдит Полгор. Ну, в данном случае я не говорю ни про какое джентльменство. Эта борьба сама Юдит в драку мужчин пошла. Так что, не должна жаловаться. Ну что, интересный способ реализации преимущества. Да, А3. Ага. Ну да, все сдался, потому что все рассчитал Круана. Ну, молодец, на самом деле, итальянский шахматист. А Ранян обыграл Рязанцев. Так что, знаете, сильные шахматисты. И Накамура тоже обыграла Лазничука. Все стильные шахматисты поднимаются наверху. Там последняя партия где-то очень-очень далеко. Если мы ее не показываем, то идем... Нет, показываем. Браво, браво. А это Женя Томашевский. Женя Томашевский с ладьей и конем защищается против Кирилла Георгиева. Ну, вы знаете... Так. А, там ладья, там не ферс. Ну, тогда просто выигранно. Просто выигранно у белых. Нет, ну, такие позиции не спасаются. Ну, что Кирилл? Я понимаю, конечно, обидно, досадно. Но фигура-то здесь, конечно, скажется. У Жени Томашевского мы видим 55 секунд. Это вполне достаточно для того, чтобы реализовать перевес. Кстати, мы знаем Женю Томашевского как шахматиста. Тоже солидного, фундаментального. Но он, на самом деле, очень здорово облицует. У него прекрасно работают и голова, и руки. Так что, все будет хорошо. Женя, вперед! Женя, мы тебя ждем наверху. Ну, хотя, конечно, там сейчас будет очень тесно. Потому что все вот эти титаны, гиганты, они подбираются наверх. Ну, что, давать шах ладья f6? Ну, напрашивается. Ладья f6, потом конь h6 и съели пешку на f7. Там, конечно, на h4 придется отжертвовать пешку. Но, мне кажется, это допустимый риск. Итак, ладья f6. Ну, конь h6 тоже. А, вот такое решение. Ну, Женя потом хочет поставить, сыграть ладья f6. Сыграл, ладья f8. Там ладья будет пассивно ставить. Потом ладья f6, король подошел. Но конь на h6, согласитесь, все-таки расположен нестандартно. Потому что выхода, как говорится, с этой тюрьмы не будет. Ладья f8 играть надо. Иначе белый просто заберут пешку. На ладья f7 просто ладья f6 и сдался. Так что ладья f8, Кирилл играть обязан. Хотя, здесь знаете, какой еще трюк есть? Если сыграть f5 на gf, ладья h8. Нет, там f7 будет. Но конь на h6, вы знаете, вызывает сомнение. Вот f5 как раз. Ай-яй-яй, может быть, шах на e3. Может быть, шах на e3 и потом конь f7. Мне кажется, было еще попроще. Ну, давайте сейчас посмотрим. Ладья h8 вроде бы надо играть. Потому что именно игра на этого коня должна быть. Ладья h8, потом король f7, король e7. Но, знаете, есть шансы на спасение, как ни странно. Ну, какие-то этюдные, да? Но, может быть, мне мерещится это все. Так, ладья h8. Да, f7 играть надо. А, нет, не надо, кстати. Нет угрозы у черных. Но ладья бьет h6 как раз последует ход f7. Может быть, сделать выжидательный ход, например? Ладья f1. Вот как черные играют. Я просто хода не вижу. Ну, ход, кстати, есть ладья f8. С этого можно было начать. Ну, все-таки не стал мудрить Женя. Ну, теперь черные практически обязаны играть король e7. Тут уж ничего не попишешь. Так, 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 так. Ну, кстати говоря, даже размен ладья на f8 приводит к выигрышу. Потому что король f4, король g5. У черных цукцванги они вынуждены этого коня на волю выпустить. Да, вот поэтому сыграл ладья f8. Ну, понятное дело, что здесь уже медицина бессильна. Ну, сейчас белые просто будут улучшать положение своего короля. Король идет на e4. Там у черных просто будут кончаться ходы. Видите, ладья на f8 стоит как неудачно. Ходов у нее нет. Так что это уже голая техника. Совсем уже простая. Здесь, я думаю, сюрпризов не будет. Давайте, да, сдался Кирилл Георгиев. Итак, это завершается у нас шестой тур. Идем на перерыв. Примерно минут 10-12 снова встречаемся в эфире. Отдыхаем. А вот и не отдыхаем. Я вас обманул. У нас есть, оказывается, еще одна партия. Вот кто это только играет, я, честно говоря, не могу вам сказать. Пока не увижу таблички. Шахматисты пребывают в такое состояние полудремы. Очевидно, что они допоздна смотрели футбол. А вчера были очень интересные матчи. Так, 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 так. Ну, правда, матч матчу рознь, конечно. Ну, вот матч США Гана был очень увлекательный. Да, ну, вот здесь видим, что китайский шахматист Юйен Гой пытается реализовать лишние качества против Антона. Это шахматист по фамилии Антон. Он, кстати, отличился на чемпионате Европы. Давид Антон. Ну, вот он не виноват, его так назвали. Давид это имя. Антон Герара, да? Гихара. Вот, испанский товарищ. Вот он держит эту оборону. Я думаю, что реализовать такое качество крайне сложно, практически невозможно. Вот. Ну, да, король f6. Дело в том, что белые не могут здесь к корольком-то подойти. Ну, да, так. Ну, и дальше сыграл король g5. На ладья a6 еще и кони f4 добавим. Ну, ничья, конечно, стоит. Так вот, Антон молодец. Очень здорово выступил на чемпионате Европы. Я комментировал его партии некоторые. Тактически очень одаренный парень. Ну, понятное дело, что школы базы немножко не хватает. Но, в целом, шахматист очень талантливый. Видно, что на многое способен. Ну, про китайского товарища я уже неоднократно говорил. Вот. Он уже прекрасно зарекомендовал себя не только в юношеских, но и в возрастных турнирах. Но, вместе с тем, я бы не сказал, что у него чемпионский полет. Ясно, что этот парень играет и будет играть за сборную Китая. Но не такая, не мега-звезда. То есть, в супер-турнирах я лично пока его не вижу. Вот я не вижу в нем такого потенциала, чтобы блистать. Но, во всяком случае, до ванхау он не дотягивает. Это точно. Ну, король g5. То есть, видно, что скучает. Видно, что скучает играющий черными шахматист. Ну, поэтому я могу поговорить о футболе, о чем угодно. Итак, вчера, то есть, ночью играли Ганна против США. И я могу сказать, что Ганна играла, конечно, сильнее. Просто команда объективно сильнее, чем Соединенные Штаты Америки. Но, вот, несмотря на наличие высококлассных шахматистов, я думаю, что в сборной Ганны по футболу шахматистов немного. А вот футболисты там собраны очень хорошие. Из лучших европейских клубов. Там звезда на звезде и звездой погоняет. Но, мне кажется, что команда получилась не очень. Ну, там тренер свой, доморощенный, который, конечно, хоть и работал ассистентом у многих европейских специалистов, но сам, видимо, мне кажется, все-таки до уровня сборной не дотягивает. И из таких классных шахматистов... Опять шахматистов, да что ж такое. Ну, впрочем, это оправдано. Я комментирую шахматистов, поэтому это на языке и вертится. Из столь классных футболистов, мне кажется, можно было создать команду более дисциплинированную, более такую, хорошо организованную. А вот Юрген Клинсман вместе с Берти Фоксом, который работает в Соединенных Штатах Америки, немецкие специалисты, создали коллектив боеспособный, организованный. У них там практически нет звезд, вот нет таких футболистов, про которых можно было бы сказать, ох, вах, вот как, какие футболисты, какие игроки, что они делают. Ничего особенного не делают, достаточно такие плотные, хорошие профессионалы, но вместе с тем получился действующий организм, в котором каждый знает свой маневр, каждый солдат. Большую часть матча США отбивалась, защищалась изо всех сил, но Ганнет топтала, топтала, пыталась создать какие-то моменты, момент осознавала, забить не могла. Ну вот в итоге 2-1, победа Соединенных Штатов Америки и это очередной случай на тему порядок бьет класс. Да, категорически не идет вперед Антон, у него была возможность сейчас где-то пойти вперед и королем, и пешкой, но он занял оборонительную позицию и не хочет с нее сходить. Так что, видимо, позиция никак не будет меняться. Проблема белых в том еще, что пешка нашли подвисает. Если, например, белый король пустится в далекий путь, куда-то в район поля Е6, ну там черные просто конем начнут приставать к этой пешке и, в общем, счастье-то у белых вряд ли будет. Ну, мне кажется, абсолютно бесплотное времяпровождение. На самом деле, сейчас ситуация такая, что, как в русской поговорке, семер одного не ждут. Да, вот сейчас 107 человек ждут одного Юян Гуя, который уперся в эту стену. Ну, собственно, вчера мы уже видели такие примеры Алексея Дреев, там другие шахматисты в абсолютно ничейном положении, играли долго и безуспешно. Ну, с одной стороны, вроде бы для всех передышка, а с другой стороны, я могу вам сказать, как шахматист шахматистам, что вот эти паузы между турами, они самые томительные, самые неприятные. Потому что нервные напряжения, дорогие друзья, не отпускают абсолютно. Нервные напряжения не отпускают. И вот ты находишься под этим прессом, и чем дольше продолжаются перерывы, тем тяжелее. То есть, по идее, лучше было бы побыстрее сесть за доску. Ну, как, выпил, перекусил, сходил в туалет, все, надо садиться за доску. А вот сейчас там в Дубаях ребята маются, ждут, ну и, возможно, говорят про китайского шахматиста. Какие-то отпускают ему какие-то комплименты. Так, ну, а я тогда продолжаю футбольную тему. Что там у нас еще было? Вот, было у нас, ну, Иран-Нигерия, матч как-то оставил совсем тягостные впечатления. Ну, опять могу сказать те же слова, Нигерия, ну, фантастическая совершенно команда, состав замечательный. Ну, не знаю, мне кажется, мне кажется, можно было все-таки организовать дело так, что они тот же Иран. Ну, команда звезд с неба не хватает, и там опять-таки без каких-то ярких исполнителей. Зато хорошая организация, такая прочная оборона, надежная. Ну, можно, Нигерия должна была обыгрывать, конечно. По всем статьям сильнее, надо обыгрывать. Ну, вот ничего, ничего не создали, фактически 0-0, такая совсем полупустая какая-то игра. Ну, а что касается главного матча вчерашнего дня, Германия-Португалия, то об этом матче я готов говорить часами. Это дело очень серьезное. Я, пожалуй, знаете, я оставлю Германию и Португалию в резерве. В резерве, потому что у нас еще впереди 4 тура, и будут еще какие-то паузы. Я надеюсь. Ну, кстати, я хотел бы напомнить всем вам, дорогие друзья, что сегодня в 2 часа ночи по Москве спать не рекомендуется. Я понимаю, что для людей, которые с утра пойдут делать операции, которые будут водить троллейбусы и, ну, в общем, учить детей, ну, делать массу-массу важных, важнейших дел, им, конечно, лучше спать. Ну, а те люди, у которых работа попроще и есть возможность немножко поболеть за своих, надо все-таки включить телевизор и поболеть за сборную России, которая будет играть с Южной Кореей. Ну, вот я считаю, что нам, нашим футболистам, надо хорошо стартовать, чтобы потом уже бороться за выход из группы. А группа у нас весьма и весьма слабая. Что уж там говорить. С группой нам повезло. Нет ни Германии, ни Италии, ни прочих Испании из Голландии. Я даже, я с ужасом думаю, что было бы, если бы наша команда встречалась бы из Германии, из Голландии. Итак, уходим на перерыв.